Игорь Николаевич, прошло практически полтора года со времени возобновления работы Координационного комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки. Что удалось сделать за это время и насколько эта работа поможет нашим региональным экспортно-ориентированным предприятиям? Полтора года – это немалый срок даже в условиях пандемии коронавируса. Поэтому Афраком первое, что сделал, это проанализировал работу наших предшественников и наметил основные пути работы в условиях больших ограничений, как у нас в России, так и на африканском континенте. Поэтому вначале ключевым моментом было установление контактов с бизнес-сообществом в африканских странах и в то же время с центрами поддержки регионального бизнеса и с агентствами развития в наших субъектах. Что выяснилось в первую очередь? Мы мало знаем об Африке. Вот о том огромном потенциале, которым располагает сегодня современная Африка. Это цифровая трансформация, это интернет и онлайн-покупки, и расчеты во всех практически сферах африканской экономики. И наши предприниматели с трудом это воспринимали. Почему? Потому что мы привыкли видеть черный континент отсталым и находящимся где-то на задворках цивилизации. На самом деле это не так. И первые встречи в режиме онлайн африканских партнеров и российских предпринимателей показали, что они могут взаимодействовать и в первую очередь в IT-технологиях, в информационных технологиях в сфере финтека, искусственного интеллекта. Это умный город. Программа, где Россия сегодня доминирует, и мы считаемся лидерами. Вот это программа не только безопасности, но и цифрового сопровождения всех уровней жизнедеятельности. Поэтому я полагаю, что открытие представительств в 17 странах африканского континента сделали свое дело. У нас появились очень серьезные партнеры. Наши предприниматели, которые живут и работают в Африке, стали проводниками российского бизнеса. И я полагаю, что те связи и те бизнес-поездки, которые сделали наши представители регионального бизнеса, они показали, что Африка нас ждет. Она является конкурентно способным и очень эффективным рынком, за который нужно бороться. И если мы это не сделаем сейчас, то через 5-10 лет нам предстоит тяжелейшая борьба за те или иные сегменты африканского рынка. Афраком ТПП создает свои представительства в Африке. Какие из них работают наиболее эффективно и насколько это помогает региональным экспортно-ориентированным предприятиям? В первую очередь это, конечно, Уганда. Почему? Потому что это страна с высокоразвитой экономикой и в том числе хай-теком. И наши представители, которые возглавляют там и Центр поддержки российского экспорта, и торговый дом, они опытные сами по себе, они прошли целый ряд сегментов африканской экономики, начиная от разработки золоторудных мест и заканчивая высокотехнологичными секторами экономики. Они в финтек-секторе, они в искусственном интеллекте, они работают с IT-компаниями местными, и не только в Уганде, но и в Кении, и Танзании. И мы решили создать новую модель российского бизнеса на основе нашего Центра поддержки россиян и бизнес-миссии из регионов. Поэтому мне кажется, что та программа, которая разработана в Афракоме экспонировать региональные мобильные выставки по два месяца, вот с февраля по апрель, это будет Рязанская область, за ними Ульяновская область, затем Дагестан и Самара. Это очень хорошая модель продвижения региональной экспортной продукции в африканские страны. Мы ее хотим в этом году обкатать. Это очень важно, потому что мы видим, как реагируют на наш региональный продукт, на наши услуги африканцы. Какой интерес проявляют к ним, и особенно в оценке цены-качества, что позволяет нашим предпринимателям надеяться на хороший, сильный, мощный эффект в продвижении первого этапа товарной продукции. А в последующем, я полагаю, как только будет построена в Египте российская промышленная зона и выстроится система локализации наших предприятий и торговля уже теми же самыми продуктами, но как африканскими, без сертификации, без нетарифных различных барьеров, таможенной пошлины. Конечно, мы будем конкурентами, мощнейшими конкурентами всех тех, кто работает в тех секторах, которые мы определили как экспортно ориентируемые. На внешние рынки отечественные предприятия выходят при поддержке российского экспортного центра. Какая модель взаимодействия РЭЦ и Афракома является наиболее эффективной? Не так давно в Совете Федерации мы проводили круглый стол с участием руководителя РЭЦ Вероники Олеговны Никишиной, ее всей команды, Эксар, Росексимбанк, где РЭЦ показал свою цифровую трансформацию. Вот в самом лучшем виде, в котором сегодня представляет весь наш цифровой сегмент. И главное, что им удалось, это сделать систему одного окна на цифровой платформе «Мой бизнес». Вот представьте себе, что уже сейчас РЭЦ обслуживает около 8 тысяч российских экспортеров и предоставляет более 80 цифровых услуг. Это, знаете, большая такая поддержка. Это фактически мы сегодня в РЭЦ повторили то, что сделано у нас в госуслугах. И вот эту программу надо теперь переносить в регионы. Почему? Потому что впереди саммит и бизнес-форум. Это будет мощнейшим импульсом для российских предпринимателей, и эта волна будет сильнее первой. РЭЦ может не справиться с этим человеческим ресурсным потоком, А это означает, что уже с нового года РЭЦ должен открывать свои представительства в регионах, обучать персонал, использовать в полном объеме потенциал центров поддержки регионального бизнеса, в котором они принимали активное участие. Кадры сегодня определяют все. И если наш РЭЦ с этим справится, я думаю, что нас ждет успех. При этом мы видим, что у российского экспортного центра недостаточен финансовый потенциал. У него не хватает не только инструментов, но и институтов развития. В первую очередь это фонд, инвестиционный фонд или фонд прямых инвестиций. И генеральному директору Никишейну нужно сделать все возможное, чтобы убедить правительство в 2022 году перед саммитом всех просто обнадежить и сделать все возможное, чтобы у нас появился этот фонд, который будет самым перспективным инструментом финансирования и африканских проектов, и поддержки российского бизнеса, особенно того, кто будет локализовываться на этом континенте. И я думаю, что у РЭЦ все получится. Афраком настроен на долгосрочное присутствие в странах африканского континента. Наверное, лучше всего этому способствуют гуманитарные миссии. Какие из них разработаны и проводятся в комитете? Мы понимаем, что Афраком, торгово-промышленная палата, сегодня просто стоит на острие продвижения наших технологий, а не зависит от людей. Это означает, что гуманитарная программа, которая должна идти рядом с бизнесом и даже опережать продвижение российского бизнеса, она должна быть ключевой в нашей работе практически всех регионов, там, где ТПП имеет свои представительства. Мы договорились с Россотрудничеством о том, что по мере развития торговых домов и центров поддержки российского бизнеса мы будем помогать Россотрудничеству создавать русские школы за рубежом. Это чрезвычайно важная функция для всех. Продвижение русского языка, подготовка студентов для обучения в российских вузах по квотам госстипендий. И у нас есть уже первое соглашение, наверное, то, что необходимо и востребовано сегодня на гуманитарном рынке африканского континента – это Московский государственный геодезический и геологический университет. Мы договорились, что каждый год в Артек мы будем приглашать самых перспективных африканских девочек и мальчиков, которые в последующем, пройдя подготовку в Артеке, по программам университета, будь то геологическое направление, геодезическое, нефтяное, в любом случае это тот потенциал, который пополнит наши вузы. Уже до сентября, когда в Артеке мы откроем вот такую программу, и у нас договоренности есть и с Артеком уже, мы проведем целый ряд олимпиад контрольных работ в режиме онлайн и пообщаемся со всеми, кто хотел бы приехать к нам в Россию. Мы отберем лучших, и Артек нам покажет первые результаты этой гуманитарной работы, которую мы хотим потом распространить на всю Африку через наши представительства и торговые дома. Ключевым элементом нашей гуманитарной программы это будет, конечно, поездка в Джибути. Впервые мусульманская страна выделила 5 гектаров под строительство православного храма на этой фактически легендарной древней земле. И мы планируем в январе выехать гуманитарной бизнес-миссией, заложить камень и в течение года построить там келью, которая будет основой развития монастыря на Джибутийской земле. А это ворота в Африку. И все начинается именно с веры, с веры в наше великое будущее при возвращении в Африку. Осенью 2022 года состоится второй саммит и бизнес-форум «Россия-Африка». Как Афраком планирует участвовать в этих мероприятиях? Мы абсолютно уверены, что у торгово-промышленной палаты будет своя программа, в которой будет участвовать Афраком. И мы также вместе с главным штабом африканской мысли, российской науки, Институтом Африки, Академией наук, договорились, что у нас будет панель, у нас будет своя выставка, выставка тех экспортных продуктов, услуг, которые займут первое место в том конкурсе, который мы проведем между регионами. И это будет наша вот такая ударная мобильная экспозиция на 2003 год. И я думаю, что любой регион будет с нами сотрудничать для того, чтобы мы организовывали это на базе наших представительств за рубежом. И первый эксперимент мы проведем как раз на бизнес-форуме саммита «Россия-Африка», который, мы абсолютно уверены, должен пройти очень успешно, потому что его ждут как в России в регионах, так и в африканских странах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова